Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы сейчас обратимся к третьей главе второго послания апостола Павла к Тимофею. В третьей главе тоже наблюдаются несколько отчетливо видимых, непохожих, как он смыслит друг на друга, фрагментов, как и в предыдущей второй главе. В начале третьей главы апостол напоминает Тимофею, нельзя ведь сказать, что прям сообщает, скорее всего, Тимофей знал и раньше. Тем не менее, вот Павел пишет, знай, в конце будут трудные времена. Последние времена трудные, или как все на дальнем переводе, времена тяжкие. И дальше он объясняет, чем именно, почему они такие тяжкие. Потому что люди будут ужасные. Дальше такое перечисление – самолюбивые, сребролюбивые, злоречивые. Короче говоря, на несколько строк, список всего самого неприятного, что в людях вообще бывает. Жестокость, непримирительность, клеветничество, невоздержанность. Ну вот просто, коротко говоря, Павел пишет, люди будут ужасными, ужасными. На людей не похожи, а больше похожи на перекормленных бершорстных бабуинов. Вот. Может, нам это и не нравится. Но это, в общем, так. И первое, что приходит в голову, читая эти строки, что практически в любую эпоху, когда бы не читали и не комментировали это послание, люди на эти строки говорили, ну, в общем, как у нас сейчас. Все как у нас сейчас. И наше время точно так же, как тысячу лет назад, или полторы тысячи лет назад, или еще сколько-нибудь лет назад, наше время точно так же может сказать, что вот эти свойства людей, неприятные, стыдные, греховные, злые свойства людей, они, в общем, существуют и никуда не делись. И это про наше время тоже. И в конце этого перечисления апостол говорит, что людям будет удовольствие, будут желания Бога. В синодальном переводе более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Они будут выглядеть благочестивыми, но своими поступками лишать силы – это самое свое благочестие. Удовольствие им желание Бога. Ну, я думаю, что большого смысла обличать наш с вами эпоху с этой точки зрения нету, потому что все настолько самоочевидно, что что тут еще добавишь? Конечно, да, это так. Важно это понимать про себя, что вот в таких обстоятельствах мы живем, и так происходит с людьми, которые предоставляют своей жизни носиться по воле ветров, а не по правде Божьей. Вот на самом деле, знаете, как камень, брошенный вверх, если он не летит вверх, он падает. Так апостол Павел об этом, в общем, говорит, что если мы не движемся Богу, если мы не любим Бога, то в конце концов деградируем во все то, то, что здесь перечислено. И он говорит о том, что это только вид благочестия, а силу его люди оставляют. Что он имеет в виду? Потому что Эвзебея, благочестие, в общем, скорее такой эллинистический религиозный термин, не сказать, чтобы знакомый и уместный в новозаветном контексте, в той культуре, которой принадлежал Павел и в которой происходили новозаветные события. Праведность – да. Верность Богу – да. Упование на Мессию Спасителя мира – да. Это есть в Евангелии, это есть в посланиях, это есть в культуре Нового Завета, в том историко-культурном контексте, в котором новозаветные события происходят. А благочестие термия в каком-то смысле чуждой, новой, привлеченной со стороны. И, как это обычно бывает, с несколько расплывчатым в данном контексте значением. И, по-видимому, надо полагать, что силой благочестия, тем, что действует, тем, что работает в правильной жизни перед Богом, для Павла является доверие Иисусу Христу и добрые дела, дела правды Божьей. И если этого нету, то все остальное на самом деле лицемерие. Когда люди, как Христос в Евангелии говорит про фарисеев, хотят показаться спастящимися перед людьми, вот этот вид благочестия, который оказывается этот феномен фарисейский, когда внешне выглядит, люди хотят благочестивыми, а жить вовсе не так. Это феномен, который и в язык христианской среде уже к тому времени проявился, дал себя знать. Ну и, кроме того, говоря о том, какие в последние времена будут люди ужасные, хотя, наверное, и не все, апостол вдруг переходит с некоторого такого апокалиптического масштаба в совершенно конкретный, явно имея в виду определенных, известных ему и Тимофею людей, говоря, что вот среди вот таких всяких людей к ним принадлежат те, кто вкрадываются в дома женщин, да, обольщают их, тех, которые запутались в собственных грехах, и всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Всегда учащихся, они все время чему-то учатся. Что, как это называется теперь? Прокачивают скиллы. Вот все время какой-нибудь там личностный рост, ну, в любую эпоху этого дополна. Сейчас, благодаря интернету и ютюбу, этого еще в 10 раз больше, чем раньше было. Ну, и к тому же, конечно, раньше это все было в подпольне какой-то форме, сейчас несколько свободнее. Но Павел говорит здесь об очень простой вещи, что есть люди, которые любят учить других, и, в общем, чаще всего делают это за деньги. За деньги. Не просто обольщают дамочек, но делают это ради того, чтобы получить с них плату. Курс личностного роста – 500 долларов. Вот все, собственно, ничего не изменилось, понимаете. И Павел говорит, что вот то, что это существует, это зримый пример той деградации, которая в мире есть. Одновременно с некоторым возрастанием христиан в любви к Богу, в служении к Богу, с некоторым возрастанием людей вообще в делании добра, есть вот эта вот деградация, когда люди занимаются в лучшем случае собой, а в худшем случае вообще какой-то бесконечной чушью. И вот, понимаете, все время учатся, никак не могут прийти к познанию истины. Ну, с одной стороны, конечно, учиться хорошо и полезно, и прекрасно, но Павел считает, что истина на самом деле очень проста. То, что Бог в полноте воплотился во Иисусе Христе и спас нас, вот и все. Если ты это знаешь, то все остальное в крайнем случае тебе Бог откроет, если это тебе будет нужно. У Павла очень четкая иерархия, если хотите, информационных феноменов. Первое и главное – знать и доверять тому, что в Иисусе Бог за тебя отдал свою жизнь. Все остальное, в частности. И вот поэтому он говорит о том, что не могут никак эти странные, нелепые лжиучителя дойти до познания истины, потому что они не эту истину и ищут. «А ты, – говорит он Тимофей, – ты следуешь за мной в жизни, в вере, в любви, в терпении, в гонениях, во всем том, что я перенес». И апостол говорит, что «Сколько мне пришлось перенести гонения, от всех них избавил меня Господь». А дальше очень известная фраза, хотя не все и не всегда мы любим ее вспоминать. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Ну вот Павел так считает, что всегда все желающие жить в правде Божьей, благочестиво жить во Христе Иисусе будут гонимы. Ну, в то время это довольно очевидно. Что это означает сейчас, в наше время? Понимаете, современные христиане довольно часто очень озабочены тем, чтобы выглядеть выглядеть. Мы очень налегаем на то, что вся современная цивилизация, ну, то, что можно назвать цивилизацией, и культура, все истекают, проистекают из нашего наследия, на самом деле, на значительной степени именно христиане являются создателями культуры человеческой. Ну, на развалинах античной, которую мы же и развалили, конечно, да. Тем не менее, мы очень любим объяснять, какие мы хорошие и какие у нас, где попадаются оскорбленные чувства. И очень любим напирать на идею Тертулиана, что не бывает граждан лучше, чем мы, что, кстати говоря, в каком-то смысле заклинание на ту же тему, о которой здесь пишет Павел, и так далее. Когда мы дискутируем с хулителями и обличителями нашей веры, о чем Павел, кстати говоря, в предыдущих-то главах говорил, не вступать в бесконечную спору и болтовню со всякой чушью, да, вот, тем не менее, мы стараемся доказать, что как у нас все правильно, разумно там правят, и что в истории наша одни сплошные цветочки, ни одной ошибки за две тысячи лет, и так далее. И пытаемся выглядеть белыми и пушистыми. Хотя, на самом деле, все совсем не так гламурно. И вот Павел говорит, нет, не надо этого всего. Не пытайся избежать этих гонений, потому что если ты хранишь верность Христу, то, в конце концов, все равно все пытающиеся жить благочестиво, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, потому что люди отторгают именно вот эту внутреннюю сосредоточенность на Христе. Очень, на самом деле, поучительные слова, и многое в нашей сегодняшней жизни не проходит, конечно, проверку этими словами. В связи с этим, конечно, невозможно не вспомнить слова самого Господа Иисуса. Бойтесь, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ну, вот, по факту, конечно, мы очень часто именно этого и добиваемся, чтобы все люди говорили о нас хорошо. И оказывается, что либо это, либо верность Иисусу Христу. Вот, Павел говорит, да злые обманщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь, и все глубже погружаясь в собственный обман. Вот, но, дальше он снова обращается к Тимофею, но ты-то знаешь, что наше учение верно, что наше учение правда. Ни разу ни на какие аргументы дискутивные, так сказать, да, Павел не ссылается. Он говорит, ну, ты-то знаешь, чему научен, ты-то знаешь, на собственном опыте, что Бог спасает во Христе Иисусе и никак иначе. Он обращается именно к опыту Тимофея, опыту, говорит, что вот ты держись этого опыта, держись этого знания и помни, кем ты научен. В другом месте Павел говорит примерно о том же самом, мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Может быть, вокруг Тимофея не такое уж и облако, но, тем не менее, Павел ему предлагает, ты, вот, у тебя есть этот опыт встретиться с Христом, вот ты его и держись. И еще добавляет он здесь, ну, ты же знаешь, Писание, у тебя есть Писание, есть Слово Божие, они тебя могут в остальном умудрить. В остальном умудрить. А дальше тоже, в общем, по-видимому, вскользь апостол заявляет следующее, все Писания боговдохновенные и полезны для научения, там, обличения, наставления, да будет совершен Божий человек. и это на самом деле довольно трудное для понимания выражение и в то же время чрезвычайно важное, потому что оно определило целый предмет рассуждений, исследований, дискуссий, поисков для христиан самых разных эпох. Хотя временами интерес и актуальность проблемы боговдохновенности Писания ослабевают, а иногда, наоборот, выходят на первый план. И нельзя сказать, что за две тысячи лет христиане нашли не только идеальное, но хотя бы приемлемое, оптимальное решение этой проблемы. Едва ли сейчас время и место нам с вами обсуждать разные точки зрения на проблему боговдохновенности Писания. Что можно увидеть из самого текста? Ну, во-первых, апостол использует выражение, которое могло применяться к разного рода религиозным текстам, ну, например, к севильным пророчествам, к севильным книгам или еще каким-нибудь другим профетическим сочинениям античности. В каком-то смысле он использует вот этот грекоязычный термин для того, чтобы передать некоторую свою мысль. Это первое. Второе. Для апостола, скорее всего, важен сам факт, вдохновенности, сам факт того, что писание – это документ, который создается с участием Бога. Вот, что для него важно подчеркнуть. Это не просто некий человеческий текст, который может иметь больше, а в 30 меньше, а в 30 разное происхождение, но это результат некоторого действия Бога в людях, которые данный текст писали или принимали в качестве священного. Таким образом, он хочет скорее ослабить влияние представления о том, что это вещи чисто человеческие, настоять на том, что Бог участвует в этом писании, и то, что ты из писаний узнал, говорит он Тимофею, в этом есть тоже правда того же самого Бога, а не только человеческие какие-то слова, мысли и идеи. И вот все оно, все это вдохновленное Богом, оно может быть полезно для назидания, для наставления, для духовного возрастания и так далее. Кто верен Богу, того Писание снарядит, подготовит, снарядит для всякого доброго дела. Ну, во-первых, ясно совершенно, что апостол вовсе не в восторге от иудейской точки зрения современной ему, что Писание представляет собой, как теперь говорят, божественный диктант, что Бог его продиктовал в том виде, в каком оно есть. И поэтому от первой до последней буквы, от первого до последнего знака припинания оно, вот там, есть богооткровенный текст. Нет, явно Павлу эта картина не по нраву. во-первых, он обозначает, что не только некоторые книги, но и все Писание в целом вдохновлено Богом, то есть, через разные эти книги Бог все-таки действует, действует, это для него важно. То, что Тимофей из Писания узнал, оно не дезавуируется ничем, в том числе и тем, как произошли новозаветные события. И это тоже вдохновленный Богом способ поведать о откровении. Поэтому, собственно, такое отношение христиане впоследствии перенесли и на Священное Писание Нового Завета. Здесь, само собой, разумеется, апостол имеет в виду Писание Завета Ветхого. Таким образом, для него важно, чтобы Тимофей не отвергал это Писание, чтобы Тимофей пытался постичь того Бога, того самого Бога, который открыл свою благодать во Христе Иисусе. Это он вдохновлял авторов текстов Священного Писания. Ну и, в общем, довольно понятно, что для апостола, конечно, здесь человеческое участие не подлежит сомнению. Конечно, это тексты, которые написаны людьми на своем человеческом языке, в своей человеческой системе понятий. Это апостол и не подчеркивает, и не оспаривает. Что тут оспаривать? Но, он говорит, через этих людей все-таки всегда действует вдохновляющая сила Божья, всегда есть присутствие действия и вдохновение самого Бога. Игорь Негода